Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передачи «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Уже две передачи мы посвятили Петру Первому, Петру Великому, его реформам внутри церкви. Не просто так, потому что 2022 год – это год юбилейный со дня его рождения, 350 лет исполняется в этом году. И, собственно говоря, мы решили… Ну, как вот познакомить с жизнью церкви? Можно же с разных позиций. Ну, вот через обращение к истории. Иногда ведь много возникает претензий к современной церкви. А почему так? А почему не эдак? А почему вот здесь вот они так делают, думают и говорят? Иногда это тянущаяся тень или тянущийся след, может быть, глубочайших исторических каких-то недр. И вот, собственно говоря, познакомиться с историей церкви, как случилось так, что мы дошли до жизни такой, иногда можно получить ответ на этот вопрос через обращение к истории. Петр Великий все-таки действительно великий, и реформы его великие, и совершенно иная страна вышла после его правления. Это какой-то глубочайший вектор, который повернулся в совершенно другом направлении. И замолчать эту персону, замолчать ее действия, действия этой персоны, ну, было бы, наверное, глупо, безрассудно. Поэтому мы сегодня договорились встретиться вновь в нашей студии с ректором Самарской духовной семинарии, с кандидатом исторических наук, отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Для того, чтобы поговорить уже о плюсах, все-таки, ну, вот большой гигантский минус мы отметили в прошлой нашей встрече, в нашей передаче, сказали, что упразднено патриаршество, введен сенот, и, может быть, даже проблема... Ну, это не в этом. Дело в том, что через Институт Оргопрокуратуры, если бы просто сенот, и он управлял, ну, как сам действительно решили, то есть коллегиально, да, то есть, там, сильно принимались какие-то решения. И это главное, что не прописали восточным патриархам, никто же не сказал, насколько сильно, да, то есть, предполагается включение вот это все просто как часть государственного аппарата, что это превращается в ведомство православного исповедания. Да, да. Вот это было сократно. Им просто предодно, вот, как бы, одна голова хорошо, а несколько лучше. Но в этом-то есть какая-то логика, или... В этом, может, есть. Поэтому претензии, как бы, к самому, то есть, говорить об абсолютной, там, неканоничности, вот именно только по этому, только по поводу празднения патриаршества, я бы не стал. Потому что, как писал мудрый метаполит Филарет Дроздов, говорит, может быть, в каком-то уже зрелом возрасте, говорит, может, и не стоило оно вот так рубить-то, отменять патриаршество. Ну, с другой стороны, и сейчас его возрождать, он в свою эпоху писал, да, в первую половину единственного. Может, уже и смысл, говорит, нет, да. То есть, в принципе, и как бы, причем сам будущее, да, в самых верхах управления, так сказать, да, в какой-то период. Вот. То есть, он так, он не был там ярым сторонником реформы, потому что говорил, что это было зря сделано, но и при этом он, как человек, очень политически, так сказать, осторожный, и вообще, в принципе, да, такой вот, не склонный, может быть, к таким резким вещам, он действительно... Ну, и так же можно, в принципе, церковь так может жить. Здесь проблема-то как раз не в этом, а в вмешательстве, скорее, именно светской власти. Потому что обер прокурор, который подчинялся непосредственно, да, императору, вот, и чем больше он забирал власти в свои руки, это в течение всего 18-го, потом 19-го века достигал апогея, тем, мягко говоря, картина вырисовывалась, вот, как раз в силу этого, не каноничнее, вот, потому что это, причем это пронизывало вертикаль власти всей, потому что на месте, на местах у епископа тоже был такой человек, секретарь консистории, которого он не назначал, которого ему назначал обер прокурор, то есть это как бы человек, который имел двойное подчинение. Он вроде бы подчинялся епископу местному, но в то же время напрямую мог подчиняться обер прокурору, то есть это вот фактически параллельное, и понятно, что зачастую эти люди в епархии власти имели иногда чуть ли не больше, чем архиерии. Поэтому, конечно, здесь не сам сенот, а вот... Ну, то, к чему это все привело, то есть, может быть, даже изначально при Петре Первом это действительно было коллегиальное, некий такой орган совещательный, он действительно взял и, условно говоря, рассек такую абсолютную власть патриарха, делегировав полномочия. Они, кстати, между прочим, были людьми, я просто приведу, я в прошлый раз не договорил, они все-таки, ну, почувствовали и себя как-то попытались поставить. То есть, на самом деле, у Петра было еще, на самом деле, не все получилось из того, что он хотел, он хотел еще глубже. То есть, сначала, то, что проектировалось, Феофаном называл, должно называться духовной коллегиумом. И, кажется, какая разница, духовная коллегия или сенот? Очень большая разница. Потому что, когда мы говорим сенот, мы его как-то уравниваем с сенатом. Что-то, конечно, только как сенат было. А изначально предполагалось, что духовная коллегия, это одна из... Коллегии, их было много, это министерство, по сути. То есть, при Петре создается, вместо старых приказов, создается коллегиальная система управления. И вот коллегия там, военная, морская, коммерция и так далее. И одна из коллегий должна была быть духовной. То есть, это виделось самим Петром и Феофаном, как напрямую министерство. То есть, еще прямее, чем это получилось. То есть, а еще до этого, в 11-м году был учрежден сенат. То есть, ну, как сказать, полуслучайно, ну, не совсем полуслучайно. Просто, когда Петр постоянно, вот он в прутский поход уходил, постоянно отсутствовал, чтобы кто-то управлял не один, а коллегиально на время, в первую очередь, сенат учреждался на время отсутствия царя. Потому что, когда царь сам правит, а вот сенат... В 11-м году учреждается сенат, у него сразу большие права получаются, особенно во время отлучки, абсолютное право во время отлучки царя. И потом ряд коллегий. Так вот, в этой системе духовной коллегии отводилось место одного из министерств, абсолютно равного другим министерствам, над которыми должен был быть сенат. То есть, они еще и сенату должны были подчиняться. То есть, прям совсем-совсем министерства. И первое, что делает сенат, под предлогом, ну, какой-то инородности слова, коллегиум, да, так сказать, западного, латинского, просят изменить, с одной стороны, на сенат, и добиваются, с другой стороны, сразу начинают оспаривать право сената над ними. А сенат сначала начал командовать сеноде тоже. То есть, в каком-то смысле, вот этот вот тонкий, иногда подковерный баланс этой игры между сенатом и сенатом, мы в 19 веке видим их примерно как, ну, так сказать, более-менее равные величины. И даже структура, там генерал-прокурор, тут обер-прокурор, и похожие. То есть, как бы, то есть, просто по логике взаимоотношения царя с сенатом и сенодом, понятно, что сенат все равно чуть ниже. То есть, сенат это скорее все-таки действительно, если вот так смотреть юридическую ткань, да, правовую ткань процесса, то все-таки сенат выше сенода. Но они себе, так сказать, да, мысли все-таки, опять же, изменение названия, ну, все-таки поднять себя хотя бы с уровня одного из министерств, потому что министерства, повторюсь, коллеги у мы все эти, коллеги любые, там, коммерции, там, не знаю, флот, чего угодно, они все подчинены сенату напрямую. Ну, то есть, как есть, там, вот, министерство отдельное, есть, там, где-то, совет министров, да, или там, как-то. Ну, вот все-таки к положительным результатам реформ внутри церкви, что все-таки появилось благодаря реформам Петра в церкви, за что мы могли бы ответить ему реверанс и сказать спасибо? Ну, как мы в прошлый раз отметили, Петр, все, что он делает, он делает именно из прагматических соображений. То есть, мистическая сторона жизни церкви его не интересует. Вот, хотя, как бы, и участие имел, и службы знал, и... Он же там апостол читал. Апостол читал, все это понятно. И, в общем, по-своему любил. И архидиаконом был в Шутейном по этому... Это уже немножко другое, это он был, конечно. Это как троллем Петра. Это как троллем назвать, да. Пользуясь возможностью, что он не ответит и меня на дыбы не отправит. Нет, ну, вообще, сам этот всешутейший, всепенейший собор был троллинг, причем не очень легкий. Я думал, это достаточно жесткий троллинг временами. Причем, кстати, тоже интересно, чего троллинг? То есть, вот можно сколько угодно считать, что это просто было, ну, просто такое развеселое... Раздузнанное, пьяное... Да, органалия. Что это была оргия ради оргии. На самом деле нет, потому что, ну, как исследователи говорят, что, во-первых, конечно, здесь есть куча пересечений с карнавальной культурой Европы, и этого всего набрался он не только у нашей скоморожеской культуры, но и там. Там целые эти, да, ординарии общества дураков, которые такие вот, да, параллельные такие, с органами власти, со своими, да. Это было и во Франции, и в Польше, много где было. Вот, а иногда они очень подолгу существовали, очень автория. Вот там был такой параллельный такой, как бы, вот, значит, в Польше, так туда становились все интеллектуалы, там, и писатели польские вступить, чтобы там какие-то шутошные функции исполнять, да, несерьезные. И вот, ну, у нас очень жестко, по-русски, конечно, то есть это совсем... Притом это сплочение коллектива, когда всех напаивали, Петр, это, на самом деле, как говорят некоторые исследователи, сходило иногда из записанной книжечки, чтобы не забыть, ты с пьяного помечал, кто еще болтал, потому что, на самом деле, там все были спаяны и повязаны. А в плане троллинга, это же не просто, да, такая вот карнавализация. То есть он же не случайно устроил его, здесь даже интересно, как он устроен. Вот есть Папа-Патриарх, Никита, ну, условно, там не только он исполнял функцию, там их, ну, их был целый ряд, и последнего, шутки такие, конечно, он заставил жениться на вдове предыдущего, то есть там такие лихие вещи были, вот, с почтенными же взрослыми людьми весьма. То есть был Папа-Патриарх и был Кесарь, Князь Кесарь, Ромодановский как раз. То есть вот это на что пародия? Это пародия, конечно, это пародия, это пародия на что? На Византийскую симфонию, которую он стячески, извините сказать, стебал. Ну, потому что, потому что вот, как бы, такая симфония, вот Папа-Патриарх, вот, значит, Князь Кесарь. И все они пьяные, смешные, глупые. Ну, это прям в духе каких-то предтечей реформации, которые ездили там с картинами входа Господня в Иерусалим и картиной входа Папы и так далее. То есть это, ну, многие считают, что это действительно высмеивание византийской модели, вот, значит, разделения властей, такой симфонического Папа. Причем Папа, он не просто Патриарх, он Папа-Патриарх. И, кстати, начиналось все скорее с высмеивания, там, сначала он был просто Папой, потом Петр уже, знаете, на святое, что называется. Кстати, потому что это же еще при жизни Патриарха, то есть все, что течет собой, юный Петр начинает. Это в 90-е годы, там, с 1690-го, там, 30 лет просто существовало, это интересная структура. Вот, то есть, сначала это как бы папство такое немножко, попежничество прям такое, вот, с его властью высмеивалось. Потом он стал Папой-Патриархом, стал Князем Кесарем, все-все, совершенно правильно. И, ну, вот, его, так сказать, возвращаясь к его, да, к прогнатию, что мы могли быть обязаны, ну, по большому счету, делая духовенство служилым сословием, Петр пытался нащупить, а чем же он может быть полезным. То есть, ничего бесполезного в его государстве, так сказать, да, ну, быть, да. Вот, и Феофан это тоже так смотрел, что, учитывая, что это, как правило, грамотное сословие, в стране в целом неграмотное, по большому счету, в значительной степени, вот, в массах. Одна из самых важных задач – это просвещение. Это научение грамоти, там, во всех уровнях. И поэтому Петр прописывает эти вещи специально. То есть, ну, ты читаешь, там, тоже духовный регламент, читаешь все последующие, так сказать, да, документы, и понимаешь, что это, наверное, такая, ну, если не единственная, то главная роль, которую он отводит в церковь. И при его энергии и умении найти, в общем-то, исполнительных иерархов, умных, то есть, он все-таки старался образованных, не со всеми получалось, вот, они были, некоторые были образованные, но непослушные, идей на них, так сказать, да, этих, вот, он терпел, кстати, Стефана Иворского терпел до конца, до смерти, в 22-м году. Хотя, конечно, мог, было за что его, так сказать, да, может быть, снять. Он даже на начало первым президентом Синода, вот. Вот, и, ну, потом, вот, там был Феодосий Яновский тоже, да, был Феофан Прокопович, и, конечно, импульс, который задал Петр, вот, даже в создании, у нас же не было сети нормальных духовных школ, это, к сожалению, тоже, вот, степень нашей образованности, да, и степень нашего вклада, там, не знаю, в богословие, в науку, но его, мягко говоря, сложно переоценить, потому что нечего, так сказать, оценивать, но не внесли, у нас были, ну, что у нас в 17-м веке было, да, была, насквозь по образцу иезуитских коллегий, сделанная Киево-Могилянская академия, да, то есть Петром Могилой, вот, который назывался тоже коллегиум, да, сначала, долго, потом, академия стала называться. Ну, была, были братья Лихуды, там, были еще какие-то частные попытки некоторых, там, ну, действительно, архиереев, болевших за это открыть при архиерейских домах школы, но, вот, при нашей всей, вот, такой, некой инертности, никто этому не придавал, ну, здесь, систему, так сказать, не было документальной нормативной базы, что нужно открыть обязательно при каждой кафедре, что, в общем-то, логично, еще не просто по желанию, захотелось, значит, грамотному архиерею по облагодетельствовать свою, так сказать, паству, да, какую-то школу, я открыл. Ну, понятно, что у Петра Алексеевича немножко другое видение устроения государства, то есть там все прям предписываются вещи вполне себе четкие, так сказать, да. Ну, это же тоже, кстати, чисто протестантская штука, как бы, одним из больших плюсов протестантизма многие считают введение среднего образования. Ну, в общем, да, к вопросу о том, что что бы было у нас или не было, да, у нас, может быть, не было бы, с одной стороны, без Петра, ну, замкнутости сословия со всеми минусами, тоже вытекающими же сословия, для него замкнутость, это скорее минус, потому что и кончилось, все мы помним чем, когда и образовательные учреждения были насквозь сословные, и при этом учиться, кроме как семинарию пойти было никуда нельзя, признаний к этому нет, и по семинарии это шло куда угодно, только не в церковь, там, в конце 19 века, и об этом писали все древолюционные иерархики, в эмиграции уже, там, сетовали. Вот. И, да, у нас, может быть, не было бы этого, но тогда, может быть, у нас медленнее бы развивались образовательные процессы, это точно, как минимум, потому что только при жизни Петра у нас открылось, сейчас я пытаюсь сосчитать, более десятка семинарий таких, из них две в садном городе Санкт-Петербург. Как вот те люди, которые он их находил, они, одно открыл, значит, Феодосий Яновский, основанный, по-моему, им же Александр Невской лавре, вот это новое, да, сын. То есть, Петр при этом лавру основывает, мощь Александра Невского переносит, да, делает какие-то такие шаги, в общем-то, вполне себе, ну, в духе царей, там, вполне себе религиозные, но, опять-таки, конечно, все-таки больше как прагматик. Вот столица, у которых нет духовных корней, город новый, на болотах, да, которые мы сейчас безумно любим, вот, и, кстати, без лаврова сейчас представить сложно, но, как бы, вот надо как-то укоренить его в остальную Россию вписать, да, все-таки, да, и духовного покровителя. Ну, как бы так без... В болоте, в чистом болоте построили город, конечно, никакого своего невестного покровителя пока нет, никого святого тут не прославилось, никого мощами, так сказать, не погребли, ну, надо просто взять и несколько, так сказать, перенести. Тем более, что, ну, сражался человек, примерно, на этих рубежах Александр Невский, да, то есть, на той же Неве, ну, вот, логика понятная, но, то есть, понятно, что здесь, конечно, там, ну, больше, наверное, прагматики, чем истинного религиозного порыва, да, то есть, Петр вряд ли замечен в таких, так сказать, вещах. Вот. Но все, что связано с образованием, это действительно очень такой... И он действительно находил, и, несмотря на то, что он, ну, имел очень много поводов не доверять духовенству, ну, даже после этого дела царевича Алексея, тем представителям, в которых он видел потенциал, энергию, и именно вот энергию именно служения людям, ну, так он видел церковь, то есть, не просто сидеть, молиться там, да, и, так сказать, ему казалось пребывать в каком-то сонном таком византийском или московском, значит, благообразии, а если человек действительно... А такие тоже были, то есть, для этого же не обязательно быть там протестантом по складу, были, и когда вот он активно воюет во время Северной войны, то есть, там, и все это происходит в тех краях, он тоже сближается, хотя это человек, не сказать, иной формации, это тогдашний невгородский епископ Иов, который тоже, только он один в Новгороде устроил, я сейчас боюсь тоже соврать, но с цифрами у меня плохо, да, то есть, не у всех историков в Одинахове хорошо с цифрами, и вот он устроил там, что-то десятка, чуть ли не два, вот каких-то таких учреждений, там, для раненых воинов, там, Богоделин, Лазаретов и прочего, это Петр понимал, это Петр понимал, он всячески поддерживал, таких иерархов он выделял, и, в принципе, та система, и тот опыт, мы же сейчас тоже говорим о том, что у нас есть чему поучиться у тех же протестантов, да, то есть, как бы, если вот так, без всяких этих вот наших изоляционистских, так сказать, как иногда бывают вещи, там действительно есть то, чему нам, может быть, не стоит учиться, и чего не стоит перенимать, там, и что нам действительно сложно, и то, почему у нас сейчас с ними и, как бы, усложнились отношения после того, как у них там, известное отношение тоже свое к иерархии, там, стали всех рукополагать, вот, совсем всех, вот. Тонко. Приходи ко мне, да, и короба, и волчица, жучок, и паучок, и медведица, да, там, всех, вот, и как-то мы немножко, да, с англиканами по-другому, но, опять-таки, откуда мы, условно говоря, откуда мы сейчас берем модели социального служения, да, если честно, откуда мы подсматриваем, что у нас в советское время такого опыта не было, в синодальной он был, в синодальной был, он был не совсем такой, но он сопоставил, но только мы в синодальной не помним, уже сто лет прошло практически, а сейчас посмотреть, как сейчас может, например, государство вместе с церковью что-то делать, там, как устроена в Германии вся абсолютно социальная, вообще, почти сфера, там государство этим почти напрямую не занимается. Да, там множество благотворительных факторов. Там есть католическая церковь, в основном-то они, государство им дает какие-то средства, ну, и зачем строить новую больницу, если есть католическая больница святого, там, какого-нибудь, да, допустим, Дюнтера, там, не знаю, кого угодно, или там, значит, или евангелическая, да, есть люди, есть многовековой опыт, у них же не было там всего этого разрушения, не было советской власти. То есть, да, можно сделать софинансирование государства, проще вообще не института не изобретать. У нас тоже синодальная эпоха, она дала вообще некий опыт создания институтов, попечительства бедных, там, да, которые были в каждой епархии, всякие меритальные кассы. Мы не сразу до этого доросли, но в 19 веке, в середине, да, в 60-е годы появлялась, кстати, первая меритальная касса, такая негосударственная касса взаимопомощи, духовенства, с семьям, там, сиротам, она была в Самаре, самая первая, вообще в России. Так получилось почему-то, ну, тоже от ладыки Герасима Добрасярдова зависела, наверное, в 1865 году. То есть, вот эти все вещи, их было достаточно много, да, понятно, это, ну, в общем-то, когда мы видим, когда создаются церкви-лазареты в Первомировой в большом количестве, в том числе и в монастырях и прочее, но это по заветам Петра Алексеевича, это его были сильны. Ну, и плюс я, насколько помню, когда он, мягко говоря, совсем не понимал монашество, что для него это были все бездельники и... Он соглашался это терпеть, с условием, что они будут как раз принимать раненых солдат калечных, и это в обязательном порядке, инвалидов на посту, как будто доживать. Ну, то есть, вот воина, да, к которому он относился, если мы, конечно, благознательно, те, с кем он воевал, да, куда он потом без ноги, без руки нужен? Ну, то есть, он сам не может себя кормить? С другой стороны, что у этого тоже был минус, когда, значит, вот монастырь со своей аскезой, со своим укладом жизни шел такой с цигарочкой, с трубочкой, попыхивал однажды. Они все разные, там же у нас, ну, все солдаты откуда берутся тоже, в принципе, да, из народа, из крестьян, там были, может быть, все религиозные в плане, все люди, нормально вписывающиеся в монастырь, но понятно, что нет. То есть, вот монастыря как вот просто место духовного дела он, конечно, не понимал. То есть, и одно из ограничений, когда вот появляется, да, вся эта документация, вся нормативная база, а там же не только этот самый духовный регламент, там в следующем году появляется прибавление к духовному регламенту. Кстати, прибавление к духовному регламенту, не спрося от царя, написали сами синодалы первого созыва, за что получили по шапке, выговор получили, царь это взял, изъял весь тираж, почитал, поправил и заново издал уже правленный. То что в этом без меня тут? Даже вот эти вещи, то есть, они издали в 22-м году прибавление к духовному регламенту. То есть, сам духовный регламент Феофан Прокопович с царем вместе сочинял, они только, значит, попытались что-то изобразить, какую-то самостоятельность. Тираж изъяли, царем сказал, ай-яй-яй, чуть не успели у вас тут это, значит, вы уже начали сами что-то писать, какие-то документы, документы. Прочитал, где-то поправил, и потом издали уже. То есть, попытка издать что-то без монаршей воли. И главный, кстати, документ этой эпохи даже не духовный регламент. Самый блестящий документ, это то, что по заказу Петра пишет Феофан, правда монаршей воли. Это оправдание абсолютной власти. Где пишут, что никакой другой власти над царем, кроме собственно Бога, нет. То есть, царь даже не подчиняется, по большому счету, ни церковным канонам, ничему, только его совесть говорит ему, в каких отношениях он с Богом. Это абсолютное... У нас этого не было. У нас вот такой политической культуры не было. Там прописывается все это на основе общественного договора. У нас эти теории, все запады только тогда приходят. Что такое общественный договор? Когда люди соглашаются отречься своей власти, которую каждому принудили, делегируют. То есть, договорились. А монарх за это защищает и все остальное. То есть, вот это у нас впервые. У нас же не было такого в 17 веке. Не писали же таких вещей. И не было такого понимания власти. Вот этот общественный договор, абсолютной власти монарха и так далее. И Феофан пишет просто апологию власти, над которой никого, кроме Бога, нет. А вот для византийской симфонии вот эта тонкость, конечно, понятно, что царь помазанник, у него вся власть. Но все-таки царь такой же православный, в первую очередь, мирянин, который подчиняется канонам. И там немножко по-другому. А здесь, да, это еще, конечно, никакой не атеистический взгляд. Бог есть, у царя ответственность перед Богом. Но только перед Богом он лично решает своей совестью, как ему этот ответ перед Богом держать. То есть, поэтому царь может, если надо, и каноны церковные там что-то менять, еще что-то. Вот у нас действительно появляется еще и политическая теория другая. Это Феофан пишет. Отец Максим, у нас не очень много времени, но кроме просвещения, что мы могли бы еще сказать о плюсе, плюсах Петровской реформы? Вот это будет звучать, может быть, несколько странно, но это тоже, кажется, и просвещение, и социального служения, кстати, тот опыт, который мы обрели. То есть, это не только два направления, которые Петр видел, но как бы главных для церкви. То есть, помогать там служить людям, и даже монастыри, терпеть только в случае, если там вот что-то такое, значит, можно сделать, типа, значит, Богодельный там, или лазарет, и так далее. Ну и, конечно, просвещение. Но в целом, то есть, когда я занимался, у меня диссертация прям вот такая, про институты, как все это было устроено, прям вот, ну, то есть, может быть, многим может показаться не сильно интересно, но это, кажется, изучение того, как функционировала, ну, да, действительно, как бюрократия синодальная. То есть, как все это вот вообще, какие были, какие взаимоотношения между этой историей, там, и ее секретарем, и их всех вместе, там, с архиереем, их там, с синодом, соответственно, и так далее. Вот, в принципе, сначала я, конечно, ну, то есть, тоже внутри себя порогивал вообще всю синодальную эпоху, но за время работы, и в этом смысле меня повлиял, я все время об этом говорил, и наивающий руководитель Александр Ильич Мраморнов, который все-таки трезвее как-то оценивал, и в конце концов, уже в самой работе выводы получились менее жесткими. Вот. Даже вот этот пресловутый синодальный бюрократизм, он многому научил. Вот. Упорядочению, действительно. То есть, конечно, там были свои явные перегибы, иногда эта бюрократия доходила до каких-то, да, сумасшедших, но вообще некий порядок и вот эта прививка хотя бы какого-то ордунга, начиная, там, с времен духовного регламента, она, наверное, была все-таки на этом этапе нашей церкви необходима. То есть, поэтому можно сколько угодно говорить, что это был плохой период или хороший, это странно, историки такими категориями не говорят. То есть, в нем были свои плюсы и минусы. Вопрос, был ли он закономерный? Мне кажется, что все-таки да. Учитывая, как развивались все государства, а все государства в какой-то период входят в стадию абсолютной монархии, ну, все ключевые, а по-другому как? Вот при абсолютной монархии могла остаться византийская модель? Вряд ли. Какие еще были варианты? Ну, по большому счету, ну, по пути католической церкви, как она существовала в государствах, да, с ними, так сказать, по-разному, нет, наверное, тоже не наш путь. Ну, то есть, я правильно сейчас понимаю, что, условно говоря, патриаршая форма управления церковью себя, условно говоря, как-то не оправдала или она начала искажаться? Синодальная, мы вот сейчас, опять же, проговорили, что у нее было очень много минусов, потому что становилась церковь всего лишь каким-то, даже почти светским министерством. Ну, если говорить, да, в радикальной форме, да. А какая тогда, вот, ну, на ваш взгляд... Вот вопрос в том, что, ну, скажем так... Золотая модель, которая бы стопроцентно бы позволила сиять церкви, как ее задумал Христос. Мне кажется, золотых моделей вообще не бывает. Мне даже византийская не кажется, естественно, идеальной. Нельзя никакой эпохой идеализировать. Если говорить вообще сейчас, то, ну, наверное, наверное, как мне кажется, да, это, ну, то, что, ну, не можно сказать, сейчас в полной мере воплощено, но все-таки мы сейчас чуть ближе к тому, чтобы, ну, как бы, все-таки, ну, не было такого слияния, скажем так, как синодальное время точно, когда совсем уж прям напрямую, директивно, когда просто, просто писалось, что там государь, это глава церкви, да. Вот. И все-таки, ну, по мне, так максимальное дистанцирование, но не закрытость, да, а при все-таки в каких-то вот, ну, в социальных, каких-то других, там, в простетических проектах, там, соработничество может быть, но просто все-таки в плане управления, как можно сказать, да, друг от друга, да, так сказать. Но ведь просто тогда такого опыта, в принципе, не было, свободная церковь, свободного государства, ну, просто еще не было. И сказать, чтобы оно само так появилось, чтобы там государство становилось по-настоящему империей, по-настоящему, шло бы развитие государства именно как империи, как абсолютно такой монархи, и при этом бы сохранялся такой патриарх, как Никон, там, да, и вот что-то похожее и так далее, но не знаю, мне кажется, это сложно, да, все равно какие-то, какая-то другая форма, так сказать, ну, или было бы постоянно, как, ну, не знаю, там, при Иване Васильевиче, который, да, как бы он не лишал, не обезглавливал церковь, просто он этого главу все время, так сказать, периодически менял, там, то есть Филипп неугоден, там, это-то, там, Афанасьев, значит, то есть, ну, все-таки на тот момент, да, особенно вот это вот в абсолютной империи 18 века, соседствовать, там, с классическим, ну, патриархством византийского образца, ну, не знаю, мне кажется, очень сложно, поэтому другой на месте Петра, может быть, не сделал бы так резко, может быть, бы личность патриарха не упразднил, но как-то вот все-таки сделать это все равно, ну, даже не обязательно частью аппарата, а тем, что не способна противостоять и спорить, это все-таки, наверное, такая тенденция была, потому что мы ее видим до Петра и, собственно говоря, после, другое дело, что мы сейчас эти этапы прошли, наверное, тоже был этап, где церковь чему-то научилась, да, то есть, даже вот, даже эта вся пресловутая, говорю, бюрократия, в ней есть свои, то есть, например, ну, то есть, много было нареканий про то, что, да, может быть, такая вещь, как абсолютизация власти, так сказать, епископа, да, и злоупотребление, но и консистория была выстроена, она действительно иногда, да, каким бы бюрократическим аппаратом-то не была, она действительно иногда играла позитивную роль, то есть, коллегиальный орган, где четыре авторитетных протеереи, это самые авторитетные были, как правило, да, они, если, как у нас епископ Гури что-то такое загибал, явно вне правового поля, они просто, ну, даже могли на это реально повлиять, то есть, он, когда, значит, отсылал какие-то бумаги в консисторию, то есть, без него тоже ничего не происходило, они писали резолюцию, что вежливо очень говорят, что мы не можем этого сделать сейчас, потому что нам законы этого не позволяют просто взять и как-то вот так подействовать, ну, не знаю, там, на раскольников жестко, да, слишком жестко, или на, ну, просто-просто, вот законы современной империи, особенно, чем ближе к началу 20 века, вот так не позволяют, да, и то есть, это был опыт некого такого, это еще, конечно, там, далеко от соборности, но, в частности, духовенство через съезды духовенства, через, да, какие-то институции, ну, тоже к какому-то более четкому самоосознанию приходило. Поэтому, мне кажется, никакой период не может быть черно-белым, да, то есть, он, видимо, был закономерным, отчасти. Отец Максим, спасибо огромное за сегодняшнюю беседу и вообще в целом за вот этот цикл трех встреч, трех бесед. Ну, на мой взгляд, мне так кажется, стороны, что мы смогли, по крайней мере, добились того, да, той изначальной задачи, которую преследовали, нарисовать некую порсуну, но не Петра, а его реформу внутри церкви и церкви в его период и период после его реформ. Мне кажется, нам это удалось. Спасибо вам огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, до скорых встреч, присоединяйтесь к нам в следующий понедельник, в половину восьмого, все, как всегда, храни Господь. Субтитры создавал DimaTorzok